Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы начинаем цикл бесед о книге «Евангелие Луки», который представлен проектом экзегет.ру. «Евангелие от Луки», как и всякая другая библейская книга, довольно богато, весьма разнообразным содержанием, и понятно, что мы можем только довольно поверхностно какие-то наиболее важные моменты обозначить в каждой из обсуждаемых глав. Да, вот «Евангелист Лука», который работает ориентировочно в начале 60-х годов I века, условно говоря, примерно к 63-му году основной текст «Евангелия и деяний» были написаны. Так вот, «Евангелист Лука» предпосылает своему рассказу о Господе Иисусе некоторое довольно краткое вступление, где он говорит о том, что рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала описать тебе, он обращается к своему читателю, основание того учения, в котором ты был наставлен. Вот эти его слова под тщательным исследованием всего сначала, строго говоря, очень важны, потому что они говорят о том, что Лука собирает информацию, сопоставляет ее, анализирует и пытается выстроить ее в некотором логическом порядке. Теперь, согласно современным более или менее распространенным, можно даже сказать, общепринятым представлениям, Лука использует по меньшей мере четыре разных источника. Это, во-первых, рассказ о страстях, который уже в письменном виде сформировался довольно рано, ориентировочно в середине 30-х годов. Он почти с уверенностью, можно утверждать, использует Евангелие от Марка. Кроме этого, некоторый гипотетический документ, который получил в библейстике название документ Ку. И, наконец, есть еще так называемый собственный источник Луки. То, что послужило основанием для первых трех глав Евангелия от Луки. Да, потому что они написаны на несколько ином языке. В них видно, что это перевод сарамейского. Ну и поэтому принято думать, что так называемый собственный источник Луки это был некий документ иудейского происхождения. Да, и весьма вероятно письменный. Этот документ рассказывает нам в основном о событиях, предшествующих рождению Господа Иисуса Христа, и так или иначе с ним, с этим рождением связанным. Ну вот, начинается, собственно говоря, первая глава Евангелия от Луки рассказом о некоем иерусалимском священнике Захарии, уже вполне не молодом человеке, у которого не было детей. Захарий и его жена весьма страдали от этого, потому что в их время было принято думать, что отсутствие детей – это некоторый знак отсутствия Божьего благоволения или проявления некой провинности людей перед Богом. Ну, тогда так думали. Да, и вот Захарий и его жена Елизавета печалились, молились, и в какой-то момент, не связаны, собственно, с предыдущей жизнью Захарии и Елизаветы, во время его служения в храме ему является ангел Божий, и говорит Захарии о том, что ты родишь сына, у тебя будет сын, и будет тебе радость великая. В этом кусочке первой главы, там, где ангел обращается к Захарии, собственно, речь идет о предстоящем рождении Анны Крестителя, вот ангел ведь не просто так говорит ему, что ну вот, у тебя родится сын на старости лет, но в уста ангела, по крайней мере, автор документа, вкладывает некоторые объяснения, зачем этот новый человек рождается в этот мир, зачем приходит Иоанн Креститель. И вот он говорит, что этот сын Захарии предыдет перед посланцем Божьим, перед Мессией для того, чтобы возвратить сердца отцов детям, представить Господу народ приготовленный. И здесь, пожалуй, собственно, для автора документа, и, видимо, для евангелиста Луки, наиболее существенным является тот факт, что Бог, реализовывая свои замыслы, едва ли доступные в полной мере нашему человеческому разумению, тем не менее, говорит об этом людям, говорит, так или иначе пытается объяснить. Мы оставляем в стороне вопрос о том, насколько мы в состоянии понять и так далее, но важно, что, как однажды выражается пророк Амос, Бог ничего не делает, не открыв прежде рабом своим пророкам, потому что предстоящие события, о которых, собственно, будет рассказывать Евангелие, нуждаются в некотором осознанном отклике от всех участников событий, от тех людей, которые об этих событиях узнают. Приготовление народа к встрече с Богом, оно вот, собственно, и заключается в том, чтобы, как тот же ангел выражается, дать непокорным образ мыслей праведников для того, чтобы мы смогли принять, увидеть, понять хотя бы отчасти, хотя бы в какой-то степени то, что совершает Бог в человеческой истории. И вот жена Захарии Елизавета забеременела, и через некоторое время это стало понятным, это стало видно, и евангелист вслед за своим источником говорит, что Елизавета радовалась, так сотворил мне Господь, чтобы снять с меня поношение между людьми. Следующий фрагмент, один из самых важных в первой главе, да и вообще в Евангелии, рассказ о благовещении, о том, что тот же ангел является к Деве Марии, к будущей Деве Марии для того, чтобы возвестить ей некоторое благословение Божье. И говорит ей, радуйся, благодатная, Господь с тобой благословенна ты между женами. И тоже снова здесь чрезвычайно важно во всей логике первой главы, что ангел не объявляет людям Захарии, потом Богородице, что вот должно быть так, такое вышло постановление, и будет так. Наоборот, он предлагает нечто, и необходимо согласие человека, необходимо в данном случае согласие Богородицы. Ты зачнешь в очреве и родишь сына. И это не приказ, а призыв. Не приказ, а призыв. Поэтому Богородица удивляется, ей кажется, что это невозможно. Она говорит, как это будет, если я еще не замужем. Что это за приветствие? Что это за весть, которую ты предлагаешь мне? Вот некоторый вопрос, который Бог обращает к ней, он чрезвычайно важен. Потому что, в отличие от любых других случаев в человеческой жизни, Бог не нарушает чужую свободу. Бог никогда этого не делает. Поэтому для того, чтобы его вселенский замысел о спасении рода человеческого мог быть реализован, необходимо согласие людей. В первую очередь, согласие при Святой Богородице. И без этого ничего не получится. Поэтому вот центральная фраза всего рассказа о Благовещении, когда Богородица говорит, да, я раба Господня, пусть будет мне по слову твоему. Да, я согласна на то, чтобы это произошло. Надо еще помнить, что по законам того времени для Богородицы то, что сообщает ей ангел, означает, что, скорее всего, ее побьют камнями, а младенец останется жив вместо нее. Таким образом, собственно, ей предлагается отдать свою жизнь тому, кого Бог через нее хочет привести в этот мир. Поэтому это не просто разговор о каких-то событиях, более или менее важных. Как всегда, в общем, в Евангелии это вопрос жизни и смерти. Вопрос выбора между жизнью и смертью. И вот Богородица соглашается, и с этого, собственно, события начинают разворачиваться. Дальше уже происходят некоторые последствия, становятся видны результаты согласия Богородицы на это исполнение воли Божьей. Она бежит поздравить Елизавету, порадоваться с ней вместе. И дальше, видите, в первой главе, собственно, содержатся два удивительных гимна, которые многими содержательными, да и литературными тоже нитями связаны с некоторыми ветхозаветными гимнами. Это гимн Богородицы и затем гимн Захарии. Это хвалебные песни, которые Дева Мария и Захария воспевают Богу каждый в своем случае. К сожалению, мы ничего не можем сказать осмысленного и содержательного о происхождении этих текстов. Тем не менее, традиция, которая исходит из середины первого столетия, вот вкладывает эти тексты в уста Богородицы и Захарии. Поэтому мы можем предполагать, что для первохристианской общины они действительно отвечали их представлениям о том, что произошло, когда родился Господь Иисус. Вот Богородица обращается к Богу и говорит, величит душа моя Господа, и радуется дух мой о Боге Спасителе моем. Вообще говоря, само по себе это чрезвычайно важный факт, потому что отношение людей к Богу такое интуитивное, стандартное, оно варьирует, как правило, от страха до отвержения, от того, что, ах, может, лучше не приходи ко мне, до, я боюсь, горе мне, я погиб, ибо я человек грешный. Вот и Богородица, и Захария видят взаимоотношения между Богом и людьми, между Богом и своей собственной жизнью совсем другой стороны. Они радуются о том, что Бог вмешивается в эту жизнь. Вообще говоря, это происходит в жизни каждого из нас. И пусть своеобразный, но все же повод для такой радости есть у каждого человека. Разница в том, что вот Богородица и Захария обращают на это внимание, живут этим. Она говорит, радуется дух мой о Боге, который стал моим спасителем. И еще тоже для евангелиста Луки, во всем Евангелии чрезвычайно важная вещь, то, что Богородица в этом гемне говорит, Бог рассеял надменных помышлениями сердца их, обратил внимание на смиренных, да, вот сотворил мне величие сильный, принял Израиля от рука своего. То, на что обычно люди пытаются надеяться, вообще говоря, всегда оказывается крайне ненадежным. Но вот Богородица говорит в этом гемне о том, что Бог свою силу, и поэтому подлинное величие являет именно в человеческой немощи, слабости и смирении. «Призрел на смирение рабы своя». Это трудно принять. Как правило, даже зная текст наизусть и повторяя его регулярно, мы предпочитаем не вдумываться в смысл, потому что он достаточно неудобный. Но, тем не менее, Евангелие говорит именно это. Это серьезная вещь. И, наконец, в заключение еще обратим внимание на рождение на крестителя и гимн, который по этому поводу воспевает Богу Захария. Это тоже некоторый вывод из ветхозаветной традиции ожидания будущего Мессии. Традиции, которая к моменту описываемых событий насчитывает добрых шесть, а то и все восемь столетий. И вот, опираясь на нее, Захария говорит, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил нам избавление в доме Давида от рука своего». Он благословляет Бога за то, что Бог не бросил нас, за то, что обетования, которые Бог давал людям на протяжении весьма продолжительного времени, в конечном итоге исполняются. И это действительно очень важная вещь, необходимая для того, чтобы реальность нашей жизни видеть в подлинном свете. Между прочим, именно поэтому христиане с глубочайшей древности используют в своей молитве этот гимн Захарии. Захария говорит о том, что Бог вспомнил завет свой, вспомнил тот договор, который он заключил с отцами нашими, и дал нам то, что обещал. И довольно неожиданно, кстати говоря, для христиан бывает вчитаться дальше в гимн Захарии, потому что Захария разъясняет, что именно Бог дает нам и в чем заключается это спасение. Мы, как правило, называем это совсем другими словами и представляем иначе. Он говорит, «Дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить Ему в святости и правде во все дни жизни нашей». Именно вот эта возможность всеми днями своей жизни служить Богу в правде, это и есть то, что Захарий ожидает как спасение. И обращаясь теперь уже к своему сыну Иоанну Крестителю, он говорит, «Ты придешь, ты будешь идти перед Мессией, перед Христом для того, чтобы дать народу понять, что спасение заключается в прощении грехов. Не в том, что мы можем вылезти из кожи вон и прыгнуть выше головы, а в том, что Бог прощает наши грехи. Он очищает их, очищает наши сердца тем, что происходит в сердце Бога, не тем, что происходит в нашей жизни, а тем, что происходит в жизни Бога. Это чрезвычайно важно, потому что, знаете, в конечном итоге, что было раньше, яйцо или курица, что сначала и что потом, наши попытки найти Бога или его отклик на эти наши попытки, это вопрос в каком-то смысле парадоксальный. Но вся библейская традиция и Евангелие, которые к ней, вне всякого сомнения, относятся, говорят о том, что все-таки сначала действует Бог, сначала дается нам Божие прощение, а потом начинает меняться человеческая жизнь. И вся книга Луки, состоящая из двух частей, из Деяний, из Евангелия, из Деяний, она именно об этом. Продолжение следует...